Ветеринарный фестиваль участники называют самым настоящим образовательным проектом. Вот уже 10 лет практикующим ветеринарам страны, ближнего и дальнего зарубежья предоставляется возможность присутствовать на лекциях лучших профессоров отрасли. Как говорится, светил ветеринарной медицины, которые готовы рассказать коллегам о новых технологиях по лечению и уходу за животными. Программа достаточно разнообразная, начиная от хирургии, биохимии, терапевтической практики. Люди приезжают, как я вам сказал, не только с России, но и с других стран. В частности, здесь будут читать лекции профессор из Чешского университета, декан Берлинского университета. Они просто делятся той практикой, которую они имеют в своей стороне, может, какими-то новыми знаниями, и, конечно, обмениваются опытом друг с другом. Сочинский фестиваль для ветеринаров – это в первую очередь возможность повысить квалификацию. По окончании курортного семинара каждый получит сертификат. Темой первого доклада стала дифференциальная диагностика и зуд у кошек. Специалисты считают обсуждать эти вопросы, необходимые с владельцами питомцев. Контакт и взаимодействие с хозяевами животных может предотвратить массу проблем. Ветеринары, отмечают организаторы фестиваля, лечат не только собак, но и человечество в целом. Ведь многие заболевания братьев наших меньших зачастую передаются именно человеку. Не стоит забывать о профилактике, подчеркивают айболиты. По новинкам, сразу говорю, новинок очень много, новинки, которые актуальны. Многие вещи увидела впервые, честно говоря, впервые. Параллельно фестивалю работает выставка, где ведущие производители ветеринарных препаратов и корма для животных также знакомят свою целевую аудиторию как со средствами по уходу, так и способами борьбы с недугами. Теперь защита от тех же блох, отмечают специалисты, сделала гигантский скачок вперед. Контроль этих паразитов с новыми препаратами близок к стопроцентному. Шампуни, спреи, бальзамы, пасты, защитные воски для лап, лосьоны для ушей – все это не просто косметика, а решение проблем со здоровьем питомцев. А над пока неизлечимыми болезнями ветеринары продолжают работать.